Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. С 91-го года потеряевка начала восстанавливаться, и каждое воскресенье были беседы, как занятия. И вот что сохранилось, Игорь Барабаш записал обрывочное. Какой праздник, какое-то событие на эту тему конкретно. Преображение. Пре означает, значит, пере, переделать, переписать, пересмотреть. Христос преобразился, то есть в ином виде показался своим. То, что на горе Фавория, это произошло, об этом нигде не написано в Библии. Так уж принято, так и держимся. Ничего в этом мире стабильного нет, и все принадлежит переделке. Второе Петра. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом приедут. Стихии же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Первое Коринфянам. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые скрестнут нетленными, а мы изменимся. Изменимся. Вот это окончание четко произноси. Окончание глаголов. Они там скрываются. Я смотрел, плохо слышится. Пожалуйста. Везде переделка, переплавка, перековка. Сегодняшняя жизнь есть эра преображения. Христос показал якожеможаху, то есть настолько, насколько мог. Не он мог, а насколько мы смогли вместить в нашу ветхую природу, новую, обновленную природу, которую увидели в преображенном Христе. Если бы он явил славу свою, как он есть, то кто бы остался жить? Исход. И потом сказал он, лица моего не можете, но тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Там ни горы не осталось бы, ни земли. Исход. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Вот как мажаху небо и земля. А что говорить о нас? Мы как мажкара при пожаре. На небе было все стабильно, ровно, константа, прямая. Но начинается изменение, а Бог не изменен. И вот один из ангелов решил преобразиться. И из ангела сделаться Богом. Исход. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Изяки, 28 глава и Откровение, 12 глава. Так претендовал сын Зари, Люфтефер. И он преобразился, но не в того. Преображение, вопреки воле Божией, ведет только к худшему. Притом в пропорции неизмеримой в каких-то процентах. Но бесконечно, страшно далеко от замысла своего. Мы даже представить себе не можем, какие бы лично мы были, если бы Бог дал нам жить нормально. Если бы большевики не совершили этот свой бандитский переворот. До основания весь мир разрушили. А потом такой свой мир варья и хулы построили, что сегодня пожинать плоды отказывается мракобесы и цареубийцы. Мир греха, порока, заразы, преступности, убийства, непрерывной лжи, клеветы. Нигде в мире нет такой ванханалии преступности. Нигде найти, чтобы так бесчестно поступали правители, судьи, так грабили народ, так вели себя люди в отношении друг с другом. И вот на арене появляется первый генеральный секретарь Компартии Союза, который решил показать социализм с человеческим лицом. Откуда он его решил взять, так и не пойму. Везде страшилища и привидения, везде ложь и зараза. И вдруг лицо показать этого социализма. Где он думал косметику брать? О коммунизме речь уже не шла, но социализм бы показать. И не с его обычным зверским, звериным лицом, а с человеческим. При этом в социализме прожили 70 лет и теперь решили его показать. Но отсюда вывод, что лицо все же было до этого Горбачевого социализма не человеческое. Лицо сатаны решили показать в лице ангельском. Звериный оскал людям решили показать. Это безвносная смерть коса и на бледном коне. И когда показали его, то он тут же сдох и рухнул. То есть его нельзя было показать. Его надо было и дальше под саваном скрывать. Это чудище. Монстр-людоеда. И Горбачева Михаила Сергеевича тяжелое положение сейчас. Он в Германии возле жены, которая смертельно больна лейкемией. И они надо помолиться, чтобы Бог обратил ее к себе. Сколько она имела радости, вникала в какие-то государственные дела. Он ее везде с собой возил. И как будто никогда ничего этого не было. Все преобразилось внезапно в день преображения в 1991 году, когда хорошо спланированный масонами путь незринул 18 миллионов преступников-коммунистов в один час. С грохотом сошли в преисподнюю. Исайя. В преисподнюю низвержена гортыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Взекель. Шумом падения его я привел в трепет народы. Когда низвел его преисподнюю к отшедшему могилу. И обрадовались преисподней стране. Она все это потеряла. Ей сейчас ничего этого не надо. Она лежит на смертном одре. И прежней радости уже не вспоминается. Это и путь каждого из нас. Сайя. И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда она поднимется. И нападет на тебя беда, Которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, О которой ты не думаешь. Амос. Отмечал мрут все грешники из народа моего, Которые говорят, Не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. Хотела бы она вернуть то время, Когда бегала райка. Не знала бы никакого мишки. Но ничего этого уже нельзя сделать. Преобразиться в прежнее никому не дано. Но знать, предвидеть, Что все в мире так скоротечно И кончается так вот, Она могла, Ибо была умной, грамотной, И о вечности могла задуматься. Когда ребенок родится, Его ласкают. Отца и мать поздравляют с его рождением. Но когда уж смерть в изголовье, У этого выросшего ребенка, То как бы он хотел снова вернуться, Преобразиться в того, Невинного, О ком сказано, Что таких есть Царство Небесное. И эту возможность преображения Бог дает в Иисусе Христе. Кем станет этот мал детеныш? Бандитом? Или немфеткой вырастет из нее? Мы не знаем. Но только человек рождается Для того, Чтобы преобразиться в образ Божий. В нашей жизни есть сплошное Постоянное преображение. 2 Коринфянам. Мы же все открытым лицом, Как в зеркале, Взирая на славу Господню, Преображаемся в тот же образ, От славы в славу, Как от Господа. От Господня. От Господня Духа. Римлянам. В нем открывается правда Божия. От веры в веру, Как написано, Праведный в веру и жив будет. Мы должны каждый день меняться, Идти по вертикали. У человека эта мечта извечная. Это было даже в раю. Человек хотел стать более знающим, Преобразиться. Стать как Боги. Это мечта падшего духа. На эту же мечту подвигнул он И про отцов наших. Но Бог дает иное подавление Богу. Святости. Адам преобразился в боязливого человека. До этого он никого не боялся, Ни от кого, Не прятался, Смело разговаривал с Богом. Но как только согрешил, Он сразу же спрятался, И Бог его ищет. Бытие. И возвал Господь Бога к Адаму, И сказал ему, Адам, где ты? Преображение. Перемена образа. Бог притворения человека, Заложил в него свое отображение, По образу и подобию своему сотворил. И преображаться никуда не нужно было. Оригинал был рядом. Раскопки о стоянках древних людей, Ничего нам не говорят об отношении человека к Богу, И Бога к человеку. А были ли эти динозавры, Или сатана костей этих набросал. Образ человеческий был искажен грехом, И Сына Божия человек сделался сыном дьявола. Евангелие Теана, 8 глава. Ваш отец дьявол, И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала, Не устоял в истине, Ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, Говорит свое, Ибо он лжец, и отец лжи. Послушав, врага Божия, Человек из Сына Света стал сыном тьмы. И вот теперь преображение должно произойти и в человеке. Христос был истинным Богом, Сыном Божиим и истинным человеком. Как Сын Божий он неизменен. А как Сын Человеческий он постоянно показывал, Что он истинный человек. Вот он жаждет. Вот он устал и спит. Хочет есть. Прослезился. Это все свойства человеческой природы. Богу все это не свойственно. Бог вне эмоций. У Бога нет таких состояний, Как например посмотреть. Потому что он всегда все видит. Знает. Бог всюду и везде присутствующий. Антропоморфизм. Употребление Бога человеку, Чтобы понять его. Слой 59. Муав, умывальная чаша моя. На ее дома простру сапог мой. Восклицай мне земля филистимская. Никаких сапог у Бога нет. Но необходимо показать, что Бог всемогущ. Всемогущ. Произноси окончание четко. Смысл преображения, если мы хотим отнестись к празднику, как к великому, Должен быть в том, чтобы определиться в том, как преображаюсь я. Ребенок рождается уже не по образу Божию, а по образу Адама. Он уже смертен. Смерть там, где грех. От рождения до смерти дан путь. И время у Бога подобится. Сын Божий вочеловечился, чтобы человека обожить. Псалом 81. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Моисей преобразился в лице после того, как побыл с Богом на горе. Второй Коринфянам. Если же служение смертоносным букмам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. 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 Временной. Дьявол все старается делать наоборот, чтобы этим досадить Богу. Он противник Сатана. 72 года уродовали душу русского народа коммунисты. Убивали самое смелое, самое лучшее. Страшные негодяи оставались в живых, плодились и размножались. Шло преображение в образ убийцы, в образ лжеца, доносчика, сексота. 72 года вытравливали коммунисты из народа все самое лучшее. И что мы можем ждать сегодня от этого человека, римлянам? И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам поузнавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Второй Коринфянам. 73. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. Дьявол обычно является не с рогами и с хвостом, но таким, каким ты ищешь его. Если нужно, чтобы у тебя была сильная, захватывающая плотская любовь, он преобразится в такого Джо Блэка и будет морочить тебе голову, и ты будешь совокупляться с ним, не зная, откуда он и кто такой. Хочешь богатства? Ты мечтаешь выйти из нужды в любым образом? Будет тебе подходить в образе князя Римонеза Лусио, как в книге «Печаль сатаны» Марии Карелли. Хочешь власти? Он тебе ее даст. Подойдет в виде члена к парламенту и генерального секретаря КПСС. Все, что только ты можешь вообразить лучшего в человеке, именно в таком виде, преображенном, стилизованном, неосудительном, восхваляемом этим миром, безбожным, приемлемым, ты и получишь. Самое рафинированное общество тебя воспримет как передового. Маленький такой ребеночек, не лысый, но кудрявый, его уже лепили октябрятом. А зле и коварной никого, пожалуй, на земле не было, чем это чудовище. Даже Гитлер в сравнении с Лениным и Сталином – это так, деточка почти безвредная. Когда говорят о земле, то любят говорить со словом «преображение», когда она зеленеет после зимней спячки, или пустыри, когда расстраиваются. Есть в животном мире такие, которые преображаются в зависимости от окружающей природы. Так и человек в зависимости от состояния души тоже меняется. Когда человек разгневается, пятами пойдет лицо у него от злости. Озия – хороший царь, им доволен народ, но он возымел чувство преобразиться в большее, стать в роли священника. Народ воспринимает все военные реформы царя. Чему бы еще и желать, когда в стране согласие? Он же решился искать для славы своей большего, преобразить священство левицкое, но лишился и того, что уже имел. Которое предпомянуло. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибли его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, и вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимеа на алтаре Кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озия и царю, и сказали ему, «Не тебе, Озия, кодить Господу, это дело священников сыново-ароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил без закона, и не будет тебе в это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кодильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказ заявилась на челе его перед лицом священника в доме Господнем у алтаря кодильного. Многое дано, может управлять, но решился еще и кодилом помахать. Священники его удерживали, видя, что он хватил через край в своих желаниях, но преображение уже началось внутри, и сердце потекло на лицо. Никого не жало слушать, теперь его можно канонизировать. Но тогда проказа изгнала его из храма и отрешила от царства. Он должен был быть изгнанным из народа. Из города. Из города. Но ради царя изменили правила, внесли поправки в тогдашнюю конституцию, а этого никому не позволено было. Данные Богом для всех. И за это Бог отнял благословение на видение и пророчество от всей страны. Охах. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. Вот закон о всякой язве, проказы и опрошивости, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Второзаконие. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которым он умучает вас, священники, левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать «Нечист! Нечист!» Иоанн Златоуст так и разъясняет, что только после смерти Озии и Исаия пророк удостоился из его видения, когда позор нарушения закона был снят с Израиля. Исаия. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. У нас такое тоже есть. Саша дмуха. Как заразная муха плюет перед лицом батюшки за то только, что ему не было позволено тополек спилить возле дома. Да за такой плевок тебе бы, мусульман, преобразили, голову от туловища разделив. Бог отделяет козлищ от вонючих от овец. Хотя бы они были и в меньшинстве. В рассказе Льва Толстого «Чем жив человек?» говорится, что когда подвыпивший, но добрый труженик Семен вернулся с ангелом, под видом ограбленного человека вошел домой, то жена его гневно встретила их. Встретила их. Как ты заглатываешь слова. Ангел взглянул на нее и опустил глаза. Потом он скажет, что увидел лицо смерти у ней. Но когда она умягчилась и накормила их, то он снова взглянул на нее, и в лице у нее была жизнь. Это преображение в доброе, так желаемо нами. Когда человек только думает делать кому-то добро... Делать. Почему делать? Делать. То делать. То как он меняется, преображается, каким светом сияют его глаза. И преступник, когда он желает сотворить обычное для него дело, как бегают его глаза. На лице блуждает смертный грех и похотение. Дьявол играет в лице. Даже у детей сегодня такие лукавые глаза, они их извертели. Они уже никогда, быть может, и не узнают, какими они быть могли. Если делаешь доброе, то не поднимешь ли лица. Не поднимаешь ли лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Преображение через молитву, победе над страстями. Это так медленно идет. Но как победить самую сильную половой страсть, если Бог не поможет обуздать похоть? Когда обеседуют о Боге, то ни у одного Серафима лицо сияет светом неземным. Георгий Палама, Тихон Задонский видели это и в себе, и в других. Но падать, преобразиться в дьявола, так быстро убил и уже пал. Дом строится долго, с трудом, а падение дома совершается быстро. Ты был как ангел, а стал как гнилое болото. Воссиять можно при казни в раз. Совершается преображение, как путешествие пилигрима. Стать мучеником, рвануться вверх, в глазах людей он по-прежнему разбойник, заслуженное наказание понесший, а в глазах Божьих он уже иной, преображенный, получил входной билет в царство света и прощения. У Ивана Грозного, совсем еще молодого, была красавица Анастасия из дома Романовых. Он сам был кроткий сердцем, любил ее страстно. Совершенно ненормальный парень, но когда она внезапно умерла, ему подсказали, что ее отравили. Он закрылся на две недели, а когда вышел, его не могли узнать. Это был постаревший лет на 30 человек, даже внешне. Сделался лютейшим зверем, развратником, как пишут историки. Это преображение Вани обойдется во многие тысячи голов невинных людей. Но есть и прекрасные преображения из Савла в Павла. В честь кого же назвали этого мальчика? Доктор Мартенцен считает, да это также и у Фарара толкуется, что это редкое имя Саул. Но когда этот первый в Израиле царь преобразился в демоническую личность, именем его перестали называть своих детей евреи. И тут вдруг человек с именем этого самоубийцы. Когда избирал Бог первого царя на престол в лице Саула, то избирал самого лучшего. И как быстро он преобразился в тирана и убийцу. Саул стал Павлом, что значит малый. Таким же самоуничиженным был и Саул. Самоуничижительным. Самоуничижительным. Был и Саул, первое царство. И отвечал Саул и сказал, «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое, не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» Как скоро Саул обратился, чтоб отец Самуила Бог дал ему иное сердце. И сбылись все те знамения в тот же день. И велел подходить к колену Вениаминову по племенам его. И указано племя Матриева. И приводит племя Матриева по мужам. И назван Саул, сын кисов. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа, придет ли еще он сюда? И сказал Господь, «Вот он, скрывается в обозе!» И побежали, и взяли его оттуда. И он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу, «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал, «Да живет царь!» На горе видим облако, свет, белизну, страх. Относительно воскресения Христова можем сказать, какую роль это сыграло в жизни каждого человека. Точно так же и о крещении можем сказать, и о распятии. Но что дает нам преображение? Рассматривая по Писанию и сравнивая с тем, что есть, видим, что решили это искусственным путем. Это было разовое явление. Сегодня к Иерусалиму съедутся со всего мира паломники, и около горы Фавор будет столпотворение в невиданное. Там будут киоски, как у нас на народные гуляния. Как правило, там ясный солнечный день. После литургии часов в 12 над горой появится облако. Одно и густое снижается на глазах людей, и его фотографируют. Ничем это нельзя объяснить. Раз в году это бывает. От него громы и молнии несутся, оно плавно обходит гору и исчезает. Я читал это в воспоминаниях паломников. Что это? Опровергать никак нельзя. От Бога это или не от Бога. Явление очень интересное. Что именно в одном месте, в этом месте, как бы это подтверждает написанное в Евангелиях. И может даже веру у кого-то укрепляет. Но и без этого мы верующие. Приходя в алтарь, надпись «Святая святым». В дверь входит только епископ. Подразумевается, что он есть образ Бога. Тресвитеры, как ангельские чины и дьяконы, как прислужники. От кадила создается облако, как на преображении. Зажигаются свечи. Свет, подобие маленького фавора. И, наконец, полностью вошли в роль и стали мыслить о себе, как папа непогрешимый. Произвели полную подмену невидимого Бога своим видимым присутствием. Как будто над каждым, каким бы ни был священник, уже написано «Сей сын мой возлюбленный, в который мое благоволение». И они в этом уверены и не допускают даже малейшего сомнения, что это может и не так быть. И введут они только в рай, что бы ни говорили, совершенно не сверяясь с Библией. Крайне опасная метаморфоза произошла. Одно внешнее подражание преображению без внутреннего дает плоды антипреображения. Повторяют одно, «Что я скажу, то и слушайте. Что я скажу, то и закон». Нужно, чтобы они слушали, что Господь говорит. А им это нужно, если бы они слышали из облака слова Отца и передавали их нам. Был такой учитель в церкви Ориген. У него учились самые великие святые. Но потом он впал в ересь, стал утверждать, что мук и есть конец. Когда-то, через миллионы лет, через очистительных мук и покаяния, все во всем будет Бог. Отголоски этого находим и в православии, и у католиков, где допускается мысль, что по молитвам живых может измениться участь умерших. Это настоящий оригенизм, хотя и отвергается его на словах. Он же верил, что в конце концов в аду произойдет преображение первозданную природу души, когда Бог сотворил душу не для страдания, а для жизни. Эта мысль о преображении за гробом имела огромный успех, и она так заманчива. Но кто был прав, покажет только вечность. Мы же верим так, как учит святая православная церковь, что мучения бесконечные, при том, что у человека только одна душа, и участь определяется сразу после смерти, и окончательно никаких реинкарнаций не будет. И эту участь свою мы решаем сами сейчас, при этой жизни. А если ты пал, поднимайся и иди снова, сколько раз пал, столько раз и вставай. Падать не надо, но если такое случилось, ты не отчаивайся. Нил Синайский повторяет и для нас, согрешить дело человеческое, а отчаиваться дело сатанинское. Скажи каждый себе самому, где бы ты был сегодня, в этот славный день преображения, если бы не услышал о Христе? Если бы не уверовал, и кем бы ты был? Если сказать о себе, то я знаю, что я давно бы был мертв. И посмотри, что ты уже приобрел в этом мире, но если это только в этой жизни нужно, то для чего это нужно? Сегодня, 19 августа 1999 года, приехали из самопедемстанции из края Хорошем и из Мамонтова Смирнов. Мы их уже не запустили на стан, и я с ними чуть поговорил за градой. У хорошего пузо через ремень свесилось, я его похлопал по брюху и говорю, что же ты уростом себя нагрузил, украсился обжорством прилюдно, толстые чрева не рождают тонкой мысли, а вы такую Мамонну загрузили невоздержанием своим. И Смирнову, будьте смирны, не нападайте на нас, и вы будете хорошим, согласно ваших фамилий, а лагерь стан вам никогда не закрыть, не мучьте себя страхом перед коммунистами. Петренко тоже не вечен, уже паралищ его хватил. А, это был секретарь по идеологии КПСС, а потом КПРФ, Краевой. Лезут со своими правилами, нет у меня условий сохранять ваши правила, главное в нашей работе должно быть забота о здоровье, дети все здоровы, а каким образом я этого добился, без ваших хороших правил, это уже моя забота, может и для санэпидемстанции наступит преображение, не зря же не столько сил на нас потратили. Все, однако, остановилась, видимо, кленка кончилась у Игоря, ну и все, Богу нашему слава. Аминь.